Ну что, народ, мы продолжаем, не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, а то вы забываете, ну временами, знаете, иногда, в общем, вперед, дальше, вперед, вы, кстати, репосты ВКонтакте тоже делаете, почему бы и нет, ну, продолжаем, что же мне выбрать, всем успокоиться, Сноу разозлилась, я не пытаюсь убедить в этом. И Бигби знает, что это лучше для города, если снова говоришь, что будет так, значит, будет так. Что, издеваешься? Если же ты просто купил себе маскировку, а за какие деньги? Ты думаешь, я работать могу? У меня даже большого пальца нет. Резиденция Волка. Это группа. О, Бафкин, в чем дело? Хорошо, я ему скажу. Спасибо. Ну, угадай, кто в офисе тебя ждет прямо сейчас. Нериса. Нериса? Ээээ... Тотелка из Пруденен Пай? Да. Вообще-то она сказала Бафкину, что у нее есть что-то важное, о чём она должна тебе сказать. Но она об этом скажет только тебе. Как думаешь, что это такое? Ммм, у Бигби появился поклонник. Может быть, это насчёт драки. Она, наверное, что-то знает. у тебя обычно с людьми на вторых ролях у тебя обычно хорошо все выходит а что ты знаешь она немножко мне помогла сделать может быть у нее что-то еще может быть не прозвучаться бизнес-офис я оставила бабкин слишком надолго принимать звонки и я наверно должна переодеться нужно учить все это учесть все это все это отвратность но не полностью скажи когда закончишь с нерисой да да капитан ну трудно с ней ну ты же меня на ферму не пошлешь правда то есть она говорила серьезно по моему я бы с тобой так не поступил снова передумает снова передумает но я как бы тут могу еще побыть я не знаю снова успокоиться просто крейн как бы ее задел и она не знает кто сейчас ей друг кто нет хорошо я все понимаю не волнуйся об этом спасибо бигби колин вообще какая разница что он думает он вообще даже не главный персонаж а представьте он убийца окажется в итоге я не удивлюсь вообще если быть точным безопасности б-б-б-волк приветики total games представляет представляют эпизод 4 мы мы все это знаем и эпизод кстати обещает быть горячим я трейлер не смотрел все смотрел я не знаю как ты не смотрел трейлер не хотел даже знать что сказать что будет но как я понял да по нескольким картин которые я видел будет напряженной вы действительно напряженная даже за эпизод что ли у меня пишут про страйкбол но в чем дело привет шериф привет нарисы садись я в порядке в прошлом ночью плохо выглядели я не уверен что вы будете не волнуйся во мне бывало и лучше должна на других пацанов посмотреть не волнуйся меня ну знаете ну здесь я порядке не надо во мне лановаться просто каши хафф и пауз не многие люди это курят что край от вас хотел нура выкладывайте ну и зачем вы пришли какие у вас дела с крейном спасибо ну а что там было с крейном он хотел чтобы ему что-то сказали ну знаете сказать не поздно я чтобы сказать ничего не могу вы знаете но а то заклятий который пытался разрушить крейн она и действует не только когда вы на работе да то есть то что я имею ввиду я не хочу тратить ваше время я не хочу чтобы тратить свое время а там в раздевалке паддинг пай я сказал вам что я ищу и как-то смогли мне сказать и отправили меня в open arms может быть снова сможем все это оформить попробуйте я просто вперед так и у вас есть еще что-то на крэйна это про крокет мэна крэйна под подставили ли крэйна подставили ли крэйна крэйн не был убийцей open arms был подставой и вы меня туда послали вы может кого-то еще хотели чтобы я там встретил эти губы запечатаны и если бы я просто могла вам ответить мне нужно было бы с вами устраивать встречу нет я думаю что нет иногда нам нужно как бы самим найти свой путь жизнью хватаясь и трепеща в темноте я раньше у меня были друзья которые помогали мне найти путь но теперь их нет я знаю я не знаю что делать это а фейф или ли можете мне верить к чему вы клоните мне можно верить вы говорите вам нужен друг сейчас можете верить мне то что я хочу сказать это что друзья имеет значение я у меня больше не осталось друзей поэтому я надеюсь что вы следите за своими друзьями может это намек я слежу за всеми должен ли я подозревать своих друзей блин в опасности ли мои друзья что же какой вариант выберем подозреватель меня своих друзей вы пытаетесь мне сказать что мои друзья причастны извините я думал я смогу это сделать вы должны знать я хочу помочь но ваши губы запечатаны вы не можете просто взять сказать не спешите все в порядке спокойно извините если я трачу ваше время я думал что я знал что сказать что же такое по моему это черт в эту филде они тоже есть знаете такое простое слово ну блин знаете не каждый день ты говоришь слово рыбан что же оно значит это не набалдашник и наклейка это не медаль это вот знаете веревочка которая идет с медалью кусочек ткани которая идет с медалью награда что ли не знаю пусть будет пусть будет набалдашник я не могу вспомнить слово то есть я знаю что такое рыбан я вот могу все представить что это но слово не могу вспомнить по-русски не знаю как правильно это назвать эту штуку нашивка точно нашивка знаете дака вы не говорите про нашивки каждый день слово приходит в голову не сразу у них у всех были нашивки вам она нравится потрясающе выглядит дело не во внешности я пытаюсь помочь вам потрясающе выглядит да нравится да это было просто выглядит просто потрясающе поэтому не можете мне ничего сказать это ведь это ведь нашивка да или пина платок в данном случае пусть будет платок разве мы не можем просто снять платок можно сломать заклинание можем просто снять платок нет эти губы запечатаны что вы не можете просто отойдите вы не можете это сделать спокойнее все в порядке ничего делать не буду пожалуйста не надо хорошо я все понимаю так эти повязки если вы их снимите я все исправлю извини так подбодрить подбодрили если кто то узнает что я здесь была это скорее всего снежка послушайте шериф вы можете оставить эту беседу между нами у меня могут быть проблемы чего боитесь конечно верняк мне нужно сказать снова чего боитесь я не должна с вами говорить чего боитесь просто пожалуйста не говорите ничего ревнули что ли извините мне просто нужно быть шерифом минутку пожалуйста извините нас у нас тут новая зацепка для тебя но я не уверен насколько она верна красавицы и чудовище зашли в офис прямо сейчас они сказали что хотят поговорить с тобой о чем то интересно слышали ли они о крайне спасибо что послушали шериф вы должны продолжать со своим следующим делом не думаю что вы потратите свое время извините вам не нужно уходить это было очень резко ну как бы это один из способов передать сообщение что она тебе сказала я не хотела как бы спешить все такое она мне сказал достаточно смотри я позаботился магия не дает ей говорить ты получил что то от нее она вообще не могла ничего сказать на самом деле магия про которую говорил крэйн она в повязке и ты не можешь ее снять или так умерли фейт и лили хорошо хорошая работа ну а что насчет красавицу чудовище ты думаешь что то с ними есть правильный лед зацепка что они могут знать о крокедмене они позвонили если звонили у них была причина нериса нас туда направила красавица получила от него получила от него деньги взаймы так может быть это или они просто услышали про прошлую ночь красавица сказала что она брала кредит у крокедмена по моему сделка была плохой я только могу представить о чем они сейчас думают нам нужно решить это делать до того как что то еще случится кто знает что еще может быть у меня сейчас другие дела что то все это очень не знаю как все подозрительно квартира красавицы и чудовище и ты не хотела мне говорить что у тебя там было у меня были хорошие причины так что ты про меня говоришь я думал все решено ты сказал что все было решено это не значит что я должен с этим соглашаться и что ты мне скажешь или ты тоже будешь это скрывать я не знаю что это было ты знаешь что было что происходило чудовище мне нужна была работа и ты бы с этим не смирился не пытайся сделать из нее что то что там не было это принцип не говори что у тебя не было секретов если будешь вспоминать старые древние истории я не должен их слушать тут ладно давай дунь может я не вовремя о а тебе то чего ну так извиняюсь ты звонил меня послала снежка кого то другого ждал что просто ходишь тут по дверям стучишь снова меня послала сказал ты поговорить хочешь не я послушай у меня тут ночь была хреновая ты думаешь ты единственный и я как бы не хочу разбираться с этой беготней снова сказала что ты звонила хотел со мной поговорить ну я не звонила это наверное красавица она меня тут недавно сильно удивила ну и ты меня тоже бигби и и со всеми этими секретами и шнырянием и как то получается что я плохой парень во всем этом мне пришлось всю ночь выслушивать это от нее кто это такой там пригласишь меня внутрь отойди можно поговорить с красавицей кто там если ты не хочешь говорить со мной просто позови красавицу я не знаю безопасно ли мне отворачиваться то есть поворачиваться спиной это приятель бигби привет бигби извини нас на минуточку можно я поговорю с тобой наедине да давай ну похоже что в удаленности у меня самая маленькая квартира да так он мне не верит бит чудовище мне не верит красавица пытается его образумить ну конечно он оставил секрет это было одно маленькое что ты хочешь продолжать бороться с этим не говори о жизни в прошлом все что я говорю мы можем обмануть это на своем что ты стучишь по всему мы закончим это потом но мы должны поговорить с бигби если хочешь поговорить то поговорим стучим извиня ночь была длинной да знаешь что говорят охранники женитьбы приходят с охранниками багажа я не знаю что это за поговорка такая английская или американская должен сказать это место дорого выглядит что ты имеешь ввиду чудовище нет я серьезно я хочу знать хорошее все что я могу сказать у вас разве долгов нет почему ты звонила что ты тут сказать пытаешься я думал у вас проблемы с деньгами а что-то не похоже это что насчет все это как-то связано с тем с тем кредитом который ты взяла у крокет мэна я еще не знал что делать мы должны сами с этим развиваться бигби тут все усложнит я его послала я хочу посмотреть может ли он нам помочь почему ты такой я просто пытаюсь сделать то что для нас лучше я хочу вам помочь не тратить все мое время что у вас за проблемы и я всегда так делаю и что у вас за проблемы это или деньги или что-то еще я должен кое-что узнать в первую очередь а что если у нас нам есть что сказать насчет крокет мэна что если мы скажем и ты его не поймаешь и все нам вернется мы многим рискуем мы видели что происходит когда ты переходишь дорогу к крокет мэну если вы будете честны я вас защищу другие люди тоже в опасности вы можете быть следующими я даже не знаю столько того вы думаете что вы единственный кто тут под угрозой если у вас есть информация на этого на этого на этого ублюдка я должен ее услышать в противном случае у меня есть еще кое-какие дела поинтереснее нет пожалуйста не надо тогда мне скажи что за херня тут творится что у вас такие долги посмотрите знаете не так люди живут когда у них денег маловато ну знаешь мы привыкли к определенному стилю жизни понимаешь мы не можем просто сдаться этим мы никогда не хотели чтобы все так пошло просто нам больше делать было нечего и мы немного перескочили с себя и работа как бы немного а что если бы мы жили просто как взять или нет привет вы позвонили красавице и чудовище и мы делаем что-то потрясающее и дать мне просто можем ли мы закончить основе чудовища так взять трубку самому ну что возьмешь так что такое было а еще не надо волноваться ну просто номер не тот был серьезно по моему у нас там на 1 по моему у нас там всего лишь одним числом отличается номер пиццерии черт ну я явно темнит он рассказывает мне какую-то фигню он серьезно что-то знает думаю вам моя помощь вам не нужна вы мешаете моему расследованию скажи мне кто только что звонил вы знаете иногда звонит телефон без причины ну думаю сами те справа сами справитесь увидимся позже пожалуйста биби подожди у нас тут ужасные телефонные звонки это люди крукидмена пытаются собрать и мы в безопасности даже в собственном доме мы должны немного денег ну наконец-то все что меня волнует это только я могу дайте крукидмена с кем мне говорить куда идти лайк счастливая пешка вот где мы одолжили деньги и крукидман владеет этим местом я слышал как люди говорили с джерси об этих кредитах ранее и тогда ко мне были нужны деньги я пошла туда ты видел крукидмена подожди кто такой джерси что там на самом деле происходит я не знал что делать кто вообще берет кредиты в магазине пешек что-то вообще за дела такие крукидман знаешь что людям нужно чтобы выживать и он это дает и между прочим вроде как место было не прохоза когда джерси дьявол об этом всем говорил теперь я понимаю что это была ошибка но я не единственный кто туда ходит знаешь я видел как травосек там ходил недавно это было в ком-то кейсе на выставке я думаю его тоже времена тяжелые как бы таких дел много так мэрия там получила топор и меня так волнует мое расследование почему вам вообще пришлось туда идти это все интересно но продолжим ребята в следующей части не забывайте подписываться на канал ставить лайки также делайте после вконтакте я знаю что это интересный момент но ребята придется его оборвать и мне даже не знаю что сказать в следующей части мы увидимся вот что